Подставой депутат Госдумы Сергей Шаргунов назвал следствие Ивана Голунова и просил генпрокурора Юрию Чайку разобраться в ситуации. Месть за какое-то прошлое расследование или попытка остановить новое. Цитата самого Голунова за решеткой – это из-за похоронного бизнеса, мне поступали угрозы. Черновик этого материала он успел передать редактору, а позже был задержан с пакетом наркотиков в рюкзаке. Я никогда не употреблял наркотики, я никогда не имел при себе никаких наркотиков, я журналист, я занимаюсь расследованиями. Голунов – автор расследования о коррупции властей и риэлторов-похоронщиков. Журналисты, которые вступили за коллегу, называют его одним из лучших в этом жанре. Кто знает его лично, говорят, что Иван не употреблял даже алкоголь. В его поддержку выступают не только СМИ, но и общественники, и музыканты. Общее мнение – дело сшито. Известно, что фото с обысков в квартире Ивана сделаны в другом месте, что пакет с наркотиками в рюкзаке, по словам Понятова, находился аккуратно поверх вещей. А адвокатам для знакомства с делом дали всего 15 минут. Резонанс прокатился по всей стране. Дело субриковано, по-моему, очевидно. И просто хотят закрыть ему рот. Как я читал, как я понял, судят за то, что пишут неудобную информацию. Человек совмещает, как пытается выжить, наверное, какими-то способами нелегальными. Это что-то немыслимое. Я не думаю, что журналист, он вообще должен быть связан с наркотиками. Ненужных людей убирают любыми способами. Наркотик самый простой подбросил, в личный автомобиль, потом задержали. До свидания. У нас в стране сейчас доверяют право, принесем в оборудовании? Я вполне. Да? Да. Накануне Голунова отпустили на два месяца под домашний арест. Общественники полагают, что альтернативу СИЗО отменили за масштабной защитной кампанией. Сейчас в интернете подписывают петицию в поддержку Ивана. Авторы просят свободы журналиста и объективного разбирательства. Наша редакция также выступает за справедливое расследование. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.